Какие внешние факторы могут повлиять на бизнес-человек? Политические. Политические, законодательства. Рыночные. Рыночные. Какие? Вы как конкурента. Появление оценок. Цены. Цены. Спрос. Окей, то есть у нас, во-первых, есть некий список факторов. Нужно обязательно собирать информацию, если я хочу, чтобы у меня постоянно что-то обновлялось, потому что сейчас, мы уже говорили об этом вчера, постоянно что-то меняется. Весь мир, он очень динамический, и изменения происходят постоянно. Если вы не будете в курсе всех этих изменений, это значит, что вы все равно будете оставаться позади. Почему? Потому что кто-то будет так же меняться и двигаться вперед, а вы будете оставаться там, где вы, что автоматом оставляет вас всегда сзади. Поэтому нам нужно всегда оценивать ситуацию, смотреть, что и как мы знаем, какую информацию мы собираем, которая может нам всегда помочь. Так же, как Ян говорил, что хорошо, когда мы нарушаем правила, да, когда мы не говорим о том, чтобы нарушать законодательство. Поэтому каждый раз, когда вы знаете, какие правила есть, какие нормы существуют, как обычно люди себя ведут в бизнесе, если вы ведете себя чуть-чуть иначе, значит, вас заметят. И именно по этой причине желательно всегда находить какие-то, скажем так, вещи, которые могут дать вам возможности. Нужно понимать, насколько есть значимость каждого из этого факторов. Потому что есть вещи, которые поменялось. Ну, оно где-то там поменялось, но к вашему бизнесу оно не имеет никакого значения. Или наоборот, поменялось законодательство. Допустим, я возьму пример, скажем, тех же переселенцев, которые сейчас есть. У них появилось законодательство того, что у них есть определенные работы и определенная помощь. То есть сейчас это законодательство работает им на пользу. И если я это знаю, я могу это использовать, я понимаю, что у меня есть возможность доступа к финансам, какой-то информации, какой-то помощи, каким-то грантам, какому-то участию. И это, естественно, сильно может выражаться на тех деньгах, которые я хочу вложить в свой бизнес. То есть это может быть значительно. И, естественно, ребят, ну, я вам задам сейчас задачку, да, а тот, кто сейчас ее ответит, он не отвечает, а просто поднимите руку, если вы знаете ответ. Вы говорили? Задачка такова. Какое число, если я его умножу на 3 или прибавлю 3, у меня получится тот же результат. 9 умножить на 3 сколько? А 9 плюс 3 сколько? Результат другой. Я попросила поднять звуку. 1, 2, 3, 4, 5 человек знают результат. 6 нашли. Все, все остальные нет. Повторяю еще раз. Какое число, если я его умножаю на 3 или прибавляю к нему 3, я получу тот же результат? Помимо тех людей, которые подняли руки. Кто-то понимает? 6. 6 умножить на 3 сколько? 16. А 6 плюс 3 сколько? Результат другой. Мне нужен тот же. А что, получается? Ничего. А? Ну, что? 0 умножить на 3 сколько? 0. 0 плюс 3? 3. А знаете, в чем ваша проблема? Какой результат? Браво. 1,5 умножить на 3? Да. 4. 4. 4. 1,5 плюс 3? 4. 4. А теперь покажу, в чем дело. Все вы великолепно сидели и пытались угадать устно, что же, собственно, там такого произошло, что она хочет умножить, прибавить, и тот же самый результат получится. Что-то такое странное, как же, нету такого числа. Нет, ну, все некоторые взяли калькулятор, начали читать. Некоторые кто? Поднимите руку, кто взял калькулятор и посчитал. Раз. Два. Два. Ребята, сильно-сильно настаиваю оформлять все те знания, которые вы считаете у вас есть. Обязательно в любом письменном виде. По одной простой причине. То, что я вам сейчас задала задачку, примерно объясняется уравнением с одним неизвестным. x умножить на 3 равняется x плюс 3. Я больше, чем уверена, что теперь вы сможете все решить. Я понятно и предлагаюсь? Не важно, что вы знаете, не важно, насколько хорошо вы это знаете, если это будет оформлено в письменном виде, до вас быстрее дойдет варианты решения проблем, которые у вас есть перед глазами. Поэтому всегда старайтесь оформлять это в письменном виде. Что такое PEST, как мы с ним работаем? PEST состоит из четырех составляющих. Первая составляющая, она занимается, ну, политикой, скажем, все, что касается законодательным актам, окружения, все, что вы можете проверить, где-то в 100% написано. Сохраняйте, проверяйте, интересуйтесь. Мы вчера говорили о том, что законодательство в Украине позволяет людям, у которых есть 2 гектара земли, не регистрировать частного предпринимателя. На 2 гектара земли мы уже тоже обсудили, что чего там можно такого вырастить. Да, то есть, собственно, это некий огромный плюс, который позволяет человеку приспокойненько себе так зарабатывать. Если делать это с умом и со знанием дела, понимая, что это опять-таки бизнес, а бизнес, мы всегда говорим о том, что он должен приносить доход. То есть, наверняка, здесь, в каких-то вещах, которые касаются политической законодательной базы Украины, всегда есть что-то, что будет работать вам на пользу. Ищите это, смотрите это, но будем это сейчас обговаривать. У нас есть составляющая и составляющая и обсуждают экономическое состояние. Я понимаю, мы сейчас можем плакать об этом, у нас сейчас все будет плохо, все, что касается и так далее. Не может быть, что у всех все факторы будут одинаково влиять на бизнес. Для кого-то это будет что-то положительное, для кого-то это будет что-то отрицательное. Поэтому смотрите это всегда со своей колокольни и не смотрите на то, что говорят другие. Прислушайтесь, не нужно всегда с этим соглашаться. Все, что касается, в принципе, этих факторов, это будет влиять на ваш бизнес тогда. Лично тебя, да. Ну и тогда я пойму, что это влияет действительно. В чем мы измеряем бизнес? Доходим. Если это влияет на ваш доход, значит, это значительный какой-то фактор. Если это никак не влияет на ваш доход, вы можете сказать, что он бывает, развернуться и продолжать дальше. То есть единственное, что нас на данный момент должны интересовать, это будет это вам выгодно или наоборот это действует против вас. Вы сейчас заметите, что есть очень много всяких вещей, которые вроде бы как законодательно звучат там очень сильно ограничивающие и так далее, но тем не менее они могут работать вам в плюс, или же они вообще никак на вас не влияют. На это нужно обращать внимание, потому как, ну, понимание ситуации, оно очень важно. Поэтому, если вы делаете, допустим, такой анализ, то желательно делать это с кем-то. Спросить еще у кого-то, посмотреть, что об этом говорят на других сайтах, посмотреть, какую информацию выкладывают. Такие комментарии есть у людей, или они воспринимаются отрицательно, или они воспринимаются положительно. И опять-таки, кто пишет этот комментарий? Потому что, если написал комментарий какой-то дядя, который вообще в Украине не живет и ничего не понимает, что там происходит, то это, конечно, здорово, что он комментарий написал, но на вас это не влияет. Дальше. Следующая составляющая, она социально-культурный фактор, который, в принципе, действительно может повлиять на ваше окружение. Например, что такого социального может быть? Тенденция там на какой-то продукт, который ты выращиваешь, модно сейчас. Модно сейчас на продукт, а вообще социально. Ты раз такой разговариваешь на эту тему. Что ты выращиваешь? Ну, я маргинальный продукт, который минимум себестоимости уважаемый. Который социально кому подойдет? Всем, конечно. Детям, вегетарианцам, чувствую, чем больше. Да, и детям, и вегетарианцам. Замечательно. Сейчас есть очень много социального движения. Это может быть веганы, это могут быть витарианцы, это могут быть сыроеды и так далее, и тому подобное. Если мы говорим на данный момент о продукте, который называется аспарабус, то он позволяет, в принципе, употреблять его продукт сырым. Он позволяет очень быструю вготовку или вообще необработку соления. И это растительные продукты. То есть он очень четко отвечает определенному требованию людей, которое вот сейчас началось. И это социальное движение. То есть вы можете просто попасть в струю и таким образом продвигать свой бизнес. И вам на пользу, даже несмотря на то, что вы к этому вообще никакого отношения не имеете. То же самое происходит с определенными вещами, которые сейчас... Да. С определенными вещами, которые... Есть все больше тенденций людей, которые едят глютен-фри, то есть безглютеновую пищу. Некоторые вынуждены, потому что у них заболевания, у них цельят. А некоторые просто едят, потому что социально стало модно. Оно вроде бы как диета, оно вроде бы как фигура, оно вроде бы как еще чего-то. Если у вас есть такая возможность, вы можете опять-таки идти в ногу с временем и позволять такому случаться. Где я могу это проверить? Опять же, с вами всякие дни. Посмотрите, о чем люди пишут, а ну что интересно и так далее и тому подобное. То есть есть куча всяких дополнительных вещей, которые определяются группой людей. Появилась такая группа людей, ама, значит, на это нужно как-то отреагировать интересно. Дополнительная группа людей у нас очень замечательная. которые в свое время сейчас, в принципе, появляются вообще по всем странам. Давайте спросим у вас. Кого в группах стало больше? В группах? Да, именно группа, социальная группа, которая стала значительно больше. Мы уже стали 30 лет, люди среднего возраста. Переселенцы это оригинально можно посмотреть по регионам. Люди уже среднего возраста. Не только молодые. Пожилые люди. У нас, в принципе, возраст постоянно двигается. Люди живут дольше. И таким образом у вас появляется еще одна дополнительная социальная группа, которая, в принципе, достаточно сильно скучает. Да, то есть у каждой такой группы будет некая специфика, специфика поведения, специфика покупок, специфика общения с вами. И вы можете это, опять-таки, использовать себе в плюс. И следующий фактор – это все, что касается каких-либо технологий, которые позволяют использование у вас в вашей сфере. И тут я хочу обратить ваше внимание, что по всему миру на данный момент, то есть если раньше говорили о технологиях, какая ассоциация всегда была? Новаторство может произойти. Новаторство. Новые идеи. Да. А в какой области обычно? Это производственные, то есть это больше произведение, как всегда. Нет, это вообще не производитель. Электроника. Электроника, компьютеры. Раньше это всегда была электроника, компьютеры, какие-то новые программы и так далее. Сейчас электроника, компьютеры чуть-чуть приостановилась. И сейчас используются те же самые технологии, которые когда-то использовались в компьютерах. То есть для развития высоких технологий начинают использовать в лоутек. То есть в производстве. То есть начинают это все вкладывать в производство. Дам пример. Есть такая вещь, как беспилотники. Все знают, о чем я говорю, правильно? То есть в некий самолетик, который управляется где-то там, издалека. Все здорово. Последнее, то, что я видела, кстати, не в Израиле. Ну, не знаю, у нас просто, может, нету таких запросов, но это будет очень сильно быть релевантно здесь, в Украине. Использование таких беспилотников в сельском хозяйстве. То же самое и у нас используется. Как используется? Глядят за тем, как они работают. Нет. Это лазерная коррекция для того, чтобы точно экономить, ну, максимально уменьшить лишние затраты в каких-то там лишних поворотах или выездах, чтобы позволить экономить как топливо, как время, так и... Замечательно. Если у меня огромное количество земли, которое мне явно нереально обходить постоянно, я очень легко могу запускать туда дрон. Из тех вещей, которые я видела, они используются в садах. Это используется с детектором цвета, то есть этот дрон записывает информацию, информацию скидывается на компьютер. На компьютере очень четко показывается тому или иному агрария, садоводу, что именно вот в этом углу сада вот это вот это дерево имеет какой-то странный цвет. Вот туда нужно подойти и посмотреть. Да, о том, о чем Вы говорите, это, грубо говоря, такого еще нет. Есть уже нет дерева. Подождите, я не могу сказать. Есть нанотехнология. Запускается дрон, он исследует сад, он говорит количество пораженных деревьев и процентность пораженного этого конкретного дерева. Причем фишка, он не может сказать, что это. Да? Но нанотехнология ставится не в специальные ловушки, и этот дрон залетает в эти ловушки сам. Берет образцы, и он сам может определять через компьютерную технологию, что это. Ну, если сидя в офисе, можно дать болезнь. То, что он сам определяет, я еще не знаю, на то, что скидывается информация, и в принципе человек уже очень четко, целенаправленно идет туда, где есть проблема, потому что везде ему не нужно быть. Это для огромных территорий. Правильно. Теперь, на что я хочу обратить внимание. Постарайтесь, когда вы делаете такой анализ, смотреть не только сейчас то, что происходит, а постараться смотреть, скажем, на год, на два вперед, что это значит. То есть вот это вот закомандательство, или вот эта вот группа, вот это появление, какое-то там странное движение людей, то это значит, оно будет расти, по вашему мнению, оно будет уменьшаться. Это что-то одноразовое, это будет продолжаться, это будет набирать какие-то обороты. То есть, таким образом вы сможете где-то как-то понять, какие действия вам нужно сделать, или, допустим, выгодно ли вам в вашем бизнесе что-то менять, или как-то адаптироваться под вот эти вот действия, которые у нас есть. Анализ PES делается отдельно для каждой отрасли. Если мы говорим о каком-то специфическом бизнесе, я не могу его одновременно делать для всех. Я выбираю какую-то нишу, и в этой нише я продолжаю работать, и она будет релевантна, естественно, только для определенной их ниши. Поритика правового окружения компании и вашего бизнеса. О чем мы говорим, и какие вопросы мы можем действительно здесь задавать. Я сейчас буду открывать постепенно вопросы. Я вам дам время, скажем, примерно 5 минут, для того, чтобы каждый из вас написал вот эти ответы и какие-то сделал заметки, которые, да, влияют. Опять-таки, с точки зрения влияния мы говорим о доходе. Мы смотрим всегда на доход. Вопросы. Первое. Изменится ли в ближайшее время законодательная база страны, рынка или отрасли, в которой функционирует ваша компания? То есть, то, что нам будет изменяться, понятно. Постарайтесь посмотреть, где, в какую сторону она может измениться. Сделайте себе заметки. Продолжение следует...